Потом меня обвиняют в грабеже и в краже. Хозяйка квартиры, которую сейчас обвиняют в нападении на контролёра и хищении его телефона, оправдывается. Накануне к ней пришёл молодой человек, представился сотрудником ЖЭУ и попросил предоставить доступ к счётчикам воды. Пустила его, но после пожалела, ведь сотрудник начал фотографировать обстановку квартиры, говорит женщина. Я думаю, мошенник. А, я же слышала, трамвай там, типа мошенники, да-сюда, вот. Я его из дома не выпускаю. Вызываю полицию, ну, с домашнего телефона. Вы вызываете полицию? Я сама лично вызываю полицию, вот. Он живётся, я его не пускаю, я его, ну, отталкиваю, я ему всё здесь приносит, что пострадаю, это правда. Женщина лукавит, уверены коллеги пострадавшего. По словам коммунальщиков, их контролёй предоставил все необходимые документы, удостоверяющие личность. И фотографировал не ценности, а лишь показания счётчика. Когда же ему удалось покинуть жилище, и туда направились участковая и опергруппа, выяснилось, люди, находящиеся там, пытались сжечь журнал обхода квартир. И спрятали пломбиратор. Сейчас 29-летний контролёр тяжело переживает произошедшее. Он не мог сопротивления, потому что контролёр у нас приняли на работу, он работает у нас уже с 1 сентября 2016 года. И этот имёк, конечно, во-первых, физически он не смог, потому что он является инвалидом ДЦП. И, естественно, у него, конечно, был шок. И сейчас мы просто боимся потерять как работника. Человек очень добросовестный. Супруг хозяйки квартиры и его друг были задержаны. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания УВД. Как сообщили нам полицейские, в отношении всех троих нападавших было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Татьяна Коронаева, Василий Киселёв. Новости Татарстана.